Конструкция представляет собой квадратную в сечении колонну из гранита, которую завершает строгая геометрическая ромбовидная капитель. Основной материал это бетонное основание, то есть монолитные конструкции и внешне это все будет из гранита. Красный, серый, в таких спартанских, так сказать, тонах. Также на четырех боковых гранях будут размещены литые барельефы воинов-освободителей. Сверху расположится отлитый из бронзы герб Московской области Георгий Победоносец, а на главном фасаде стейлы будет установлен герб города Звенигород. Объект станет символом присвоенного статуса и увековечит подвиг местных жителей в годы Великой Отечественной войны. В 2017 году за мужество, стойкость и героизм город Звенигород удостоился почетного звания населенный пункт воинской доблести. Уверен, что все будет сделано в срок, качественно. Подрядная организация, которая выполняет работу местная, водитель подрядчика тоже живет в Звенигороде, поэтому двойная мотивация не подвести ни нас, ни горожан, ни своих соседей, ни своих предков и ветеранов в этой очень важной и очень нужной работе для города. Строители уже приступили к монтажу подиума со стелой и благоустройству. На согласование проекта ушло меньше двух месяцев. Также в сквере установят малые архитектурные формы и высадят деревья. Срок сдачи объекта – день города Звенигорода, 28 сентября. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.